Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня мои собеседники. Александр Валерьевич Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, руководитель Тверского регионального отделения Союза Историко-Просветительских Обществ Наследия Империи, заместитель председателя Общественного Совета Управления Федеральной Службы Исполнения Наказания России по Тверской области. Александр Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Вячеслав Михайлович Воробьев, доктор культурологии, профессор Российского Государственного Университета имени Косыгина. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Николаевич Куликов, председатель Федерации Самбо Тверской области, чемпион мира по самбо, среди мастеров. Дмитрий Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ири Кирилл Алексеев, руководитель отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта Тверской епархии. Отец Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Станиславович Савельев, председатель Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Андрей Станиславович, добрый день. Добрый день. Уважаемые друзья, повод сегодня очень важный, я считаю, для разговора. Сегодня обсуждаем проект указа президента Российской Федерации об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Наша передача выходит после первого обсуждения, можно сказать, первичного обсуждения. Круглый стол проходил в Тверской епархии, очень был представителен. И я предлагаю сегодня, Андрей Александрович, с вас начинать, потому что митрополит Тверской и Кашинский Амвросий доверил вам роль спикера на этом круглом столе. Давайте все-таки скажем, что обсуждали, к какому выводу пришли. Ну, что хочется сказать. Да, круглый стол проходил у нас 27 июня. Очень примечательно, что 27 июня совпало это с Днем молодежи у нас в стране. Обсуждали мы уже утвержденный указ президента Российской Федерации об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Вот хочется четко сказать, что приобщение подростков и молодых людей к традиционным ценностям в рамках духовно-нравственного воспитания это основа стратегической безопасности нашей страны. Мы должны четко это понимать, что эти ценности принимаются в первую очередь не только для нас, но и самое главное для подрастающего поколения. Я хочу сейчас зачитать основные выдержки из указа, для того, чтобы было четкое понимание, какие пункты мы будем обсуждать и где, на чем делать свои акценты и их расставлять. Какие все-таки ценности в приоритете поставили? Перечень традиционных ценностей. В них вошли такие понятия, как жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. В сущности, уважаемые друзья, все эти ценности, вот Андрей Станиславович, да, о которых мы говорили здесь уже много лет, и то, что у нас перешло еще с тех поколений, то, что, возможно, мы последние 2-3 поколения уже многое что потеряли. Ну, отрадно, конечно, что вот наш коллектив разрастается, тех людей, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи. Мы не уставали говорить об этом, что молодежь – это наше будущее, и от того, сколько мы в них сейчас вложим, так и будет процветать наша Родина. Поэтому вот можно подписываться под каждым словом, да, в указе президента. Это действительно то, чего нам недоставало, может быть, закрепление законодательного. Да, вот здесь у нас у каждого, здесь в сердце, в груди, вот это все есть, оно давно, оно с давних, безусловно, с наших советских времен осталось. Мы очень хотим поделиться этим нашим подрастающим поколением. А то, что вот здесь в указе президента написано, это еще раз подтверждает, потому что Россия будет непобедимой, пока с нами Бог. Пока с нами вот эти принципы, которые мы не устаем демонстрировать даже сейчас на войне в Украине. Александр Валерьевич, продолжаем. Итак, мы назвали ценности. И что, наверное, что противостоит этим ценностям сейчас и вот уже вот не одному поколению, возможно? Что навязывалось? Я хочу добавить, как раз сейчас прозвучали очень важные слова. И почему вот изначально было сказано проект, да, почему проект, хотя уже указ утвержден. Потому что понятно, что этот список не может удовлетворять всем ценностям России. Мы же понимаем прекрасно, что скорее всего будет первая редакция, вторая редакция, третья редакция и так далее, и так далее. Вот я хочу привести слова Михаила Борисовича Смолина, это историк, писатель, известный публицист. Вот. И вот его конкретные дополнения к этому списку, вот по каким-то странным причинам авторы проигнорировали проголосованную при поправках статьи, суть статьи 671 нашей Конституции, когда поправки в Конституцию вносились, где в пункте 2 говорится о предках, передавшем нам идеалы веру и Бога. Вот это должно здесь обязательно присутствовать. Ну вот об этом же на круглом столе говорил митрополит. Митрополит наш, да, Птенковик Ашш, предосвященщий Амроси, он говорил о том, что эти слова были патриархом сказаны, и, в общем-то, на этом нужно делать акцент, потому что в этом списке мы только видим приоритет духовного над материальным, но это не совсем то, о чем мы говорим. Здесь нет понятия Асима Ливира, потому что мы же ведем за всю тысячелетнюю историю России со времен Крещения Руси, с 988 года. Соответственно, мы должны в первую очередь говорить о духовности. То есть этот пункт, он в любом случае, я так думаю, что здесь появится. Далее мы хотим коснуться перечня разрушительных и чуждых идей ценностей, которые на сегодняшний день присутствуют в обществе. Мы понимаем прекрасно, что они навязаны извне. Ведь когда нет определенных ценностных факторов, то скрепы уходят. Появляется некий деструктив, который проникает во все слои общества, а особенно это касается молодежи. И мы понимаем, что у нас развились такие понятия, как культ эгоизма, культ вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, отрицание идеалов служения Отечеству, отрицание идеалов продолжения рода, отрицание идеалов созидательного труда, отрицание идеалов позитивного клада России в мировую историю, отрицание идеалов позитивного клада России в культуру. Что мы видим в последнее время? Запрещают наших композиторов. Искажают уроки истории, которые были нами преподаны, в свою очередь, когда-то. Наши заслуги унижаются, принижаются всевозможные. Ведь когда возникал изначально вопрос, и я вот смотрел огромное количество передач на эту тему, и говорили о том, ну почему же такая вот у вас реакция, да, вот у русских такая реакция непонятная. Потому что на Европу в своем, в базе и в основе своем упало не столько много бомб, сколько они упали на территорию СССР на тот момент. И мы единственная страна, которая понесла, ну уже по последним подсчетам историков, вот недавно Володин в Государственной Думе озвучил эту цифру, 27 миллионов, а если брать еще погибших от ран, эмиграции вынужденные, невынужденные, да, концлагеря и так далее, до 30 миллионов человек. Мы единственные понесли такие потери в этой войне. И с кем мы боролись? С теми символами, которые сейчас находятся на знаменах Украины. Мы здесь четко должны понимать, вот я участвовал в одном тоже круглом столе, мне так сказали, вы знаете, вы знаете, что за историю России, начиная с 90-х годов, очень много выходило на русский марш со свастикой на знаменах, да, выходили. И туда, там были замечены даже многие люди, которые сейчас занимают руководящие посты в правительстве России. Но это позиция конкретного человека, да, как была позиция царствия небесного покойного Владимира Вольфовича Жириновского, по многим вопросам, это была его личная позиция. Но он, даже будучи парламентарем, он не является человеком, который принимает законы на уровне правительства. А там эти флаги, они под эгидой официальной армии государства, на которую нанесена эта символика. Мы прекрасно понимаем, что это инициатива кучки людей, которые вот таким образом пытаются себя позиционировать, а это государственная политика страны. И это очень важно, это нужно четко понимать, что германские войска за три месяца прошли по Франции, а в России они три месяца перешли с одной стороны улицу на другую в Сталинграде. Вот такая велась война. И нужно понимать стойкость российского народа и сколько нам пришлось претерпеть. И почему эти ценности для нас очень важны. Далее в этом перечне и в этом указе есть вот такие пункты, источники угроз традиционным ценностям. Здесь уже достаточно все конкретное обосновано. Впервые размытости нет, определенные, да, которые существовало на предыдущих этапах. И что мы видим? Источники угроз. Деятельность экстремистских организаций, деятельность террористических организаций, действия Соединенных Штатов Америки, действия союзников Соединенных Штатов Америки, действия транснациональных корпораций, действия иностранных некоммерческих организаций, реформы в области образования, проводимые без учета наших традиций, реформы в области науки, проводимые без учета наших традиций, реформы в области культуры, проводимые без учета наших традиций, реформы в области информационной деятельности проводим без учета традиций Российской Федерации. Это хочется сказать наконец-то. Сколько раз мы об этом говорили. Что, ребята, одумайтесь. И наконец на законодательном уровне этот вопрос будет решаться. Негативный сценарий развития событий, который предсказывают в данном случае аналитики. Александр Валерьевич, я вас перебью. Мы сейчас преремся на небольшую рекламу и потом продолжим. Не переключайтесь. Здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня обсуждаем указ президента Российской Федерации об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Александр Валерьевич, говорим о том собрании в стенах Тверской епархии, которое прошло недавно по обсуждению этого указа. Продолжаем приводить выдержки из указа. И вот так аналитики сформировали негативный сценарий развития событий. На сегодняшний день в России сформированы условия для саморазрушения общества, негативное отношение к воинской службе, негативное отношение к государственной деятельности в целом, условия для межнациональных конфликтов, условия для межконфессиональных конфликтов. Ослаблены такие, можно сказать, институты общества, как государство, образующее русский народ, дружеские связи, семейные связи, иные социальные связи, «Общероссийская гражданская идентичность, единство многонационального народа Российской Федерации». По каждому пункту, я думаю, можно очень много-много-много-много рассказываться. Да, это нужно отдельно собираться по каждому пункту. Продолжаем дальше. Что видят аналитики? Подорваны. Основы российской государственности, основы российского самобытности. Доверие к институтам государства, доверие к правоохранительным органам, доверие к системе образования, нравственного здоровья людей. Обесценены и дискредитированы идея служения Отечеству. Идея созидательного труда. Разрушены и искажены. Историческая память, историческая правда, система ценностно-смысловых координат русского языка. При этом усилены социальный разрыв, социокультурный разрыв и социальное неравенство. Успешно внедрены и распространяются. Это вот как раз то, о чем мы с вами говорим на всех передачах. Это как раз то, с чем мы ведем беспощадную борьбу и будем вести до тех пор, пока хватит сил, и мы имеем возможность дышать, говорить и работать. Это деструктивный контент, направленный на отрицание человеческого достоинства, антиобщественные стереотипы поведения, аморальный образ жизни, вседозволенность, насилие, употребление наркотических препаратов и алкоголя. Вот это то, что является основным следствием подобных причинных факторов, которые здесь перечислены. Позитивный сценарий развития событий. Ничего этого не будет, если традиционные ценности успешно сохранены и укреплены. Сформирована высоконравственная личность, разделяющая традиционные российские духовно-нравственные ценности, обладающая актуальными знаниями и умениями, способная реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовая к мирному созиданию, готовая к защите Родины. Как выбрать негативный сценарий развития событий? Это ничего не делать. То есть, что мы просто будем на это смотреть со стороны и ждать, когда произойдет именно этот негативный сценарий. В случае отсутствия реализации государственной политики в этой сфере традиционных ценностей, он реализуется сам собой, причем мы не знаем, в каком ключе это произойдет, в каком направлении эта реализация будет двигаться. Как выбрать позитивный сценарий? Вот здесь уже конкретно указано, что для этого нужно сделать. Это является последним пунктом из выдержки президентского указа. Государство должно проводить системную и последовательную политику в сфере традиционных ценностей. Выработаны в ходе тысячелетней истории России. Еще раз говорю, что мы ведем летоотчисления с 1988 года, когда произошло крещение Руси. Принимать новые нормативно-правовые акты, разрабатывать государственные программы, наказывать органы власти за финансирование вредных мероприятий, сформировать систему общественного контроля, привлечь на помощь институты гражданского общества. То, о чем мы еще раз говорили. Проводить исследования, обеспечить мониторинг положения дел в сфере традиционных ценностей, освещать реализацию госполитики при помощи СМИ, соцсетей, цифровых платформ и поисковых систем, разработать систему показателей эффективности госполитики, наделить широкими полномочиями орган межведомственной координации, который будет анализировать деятельность врагов, решать, как им нужно противодействовать и готовить ежегодный доклад президента Российской Федерации. Вот здесь хочется сразу сказать, просто, коротко и однозначно. Мы, те мероприятия, которые мы проводили, ту деятельность, которую вели общественные организации, гражданские институты общества, это были самостоятельные действия, направленные на какой-то там общественный резонанс. Но у нас не было как такового административного ресурса. Сейчас, после выхода этого указа, эти действия будут носить уже четкий, системный и узконаправленный, узкопрофильный характер, так как в рамках реализации этого закона эта деятельность должна вестись на государственном уровне и поддерживаться во всех владельцев прижимовских структур. Давайте мы сейчас, коль здесь собрались, на уровне каждой, чем занимается, вот здесь поразмышляем о том, чем мы можем помочь и что сделать. Кстати, какой сценарий развития событий? События, Вячеслав Михайлович, вот вы вот здесь вот видите, вот рассматриваете. Я понимаю, что ближе позитивный, но относительно, вы работаете с молодежью. Что можете сказать? Вы знаете, я вообще, у меня непростое отношение к этому тексту. Мне кажется, что текст указа президента не так широко обсуждался, как должно было бы это происходить. Вот, и более того, абсолютное большинство населения страны об этом указе вообще ничего не знают, не подозревают. Вот, это, как сказать, указ сверху, я бы сказал. Как бы, какой бы вид мы ни делали по поводу этого дела, это указ сверху. Ну, хотя, вот, вроде бы сказа затронута, такие очень важные, каждого человека, касаемо института. Ну, смотрите, значит, я бы не стал, во-первых, драматизировать ситуацию так, как это обозначено в тексте. Такое впечатление, что нужно уже заворачиваться в саму, наползти на кладбище. Ну, да, да. Вот, на самом деле это вовсе не так. Молодежь у нас прекрасная. Вот, то, что заявляется как разрушенное государство, я не вижу этого. И души не разрушены. Работать надо. Ну, я читаю документы, там, древнего Египта, о том, как родители жалуются на детей. Это было 3,5 тысячи лет на то же самое, примерно, только без идеологии. Вот. Что же касается, значит, действий. Вы понимаете, я ведь не узко там историей занимаюсь. Я немножко шире смотрю на это дело. У меня семь внуков. Я думаю разного возраста. Я думаю о них, как с ними работать. И какой-то трагедии я в этом всем не вижу. Ничего страшного не произошло. Трагедия в том, что мы говорим об этом, и президент говорит об этом, не в 992 году, а через 30 лет. Как-то и дело, сколько потери на людей. Чем занималось государство? Представительная и исполнительная власть. Чем? 30 лет. Вот об этом надо говорить. А не о том, что мы с вами что-то упустили. Андрей Санисович. Ну, я и согласен, и не согласен. То, что вот отмечено, вот такой негатив прям, я с этим согласен, потому что это настоящая опасность для нашей страны. Опасность надо встречать лицом, не надо быть готовым. То, что он запоздал, это однозначно, безусловно. И те люди, которые уже много лет занимаются патриотическим воспитанием, по зову сердца, по зову души, они это все понимают. И таких людей, к нашему счастью, у нас много. Насчет того, что не все потеряно, безусловно. Вот, вроде кажется, сейчас на Украине воюют мальчишки 90-х годов, когда у нас была полная, мне кажется, безидейность. Когда казалось, что все уже, страна стоит на грани. А ведь как они сейчас воюют, какие подвиги совершают. Вот. Это, может быть, конечно, государство тогда не дорабатывало. Но я считаю, это мое твердое убеждение, что в душе каждого россиянина, я подчеркиваю, россиянина всех национальностей, есть заложен ген созидательности, дружбы, национального братства какого-то. Посмотрите, как все сейчас народности у нас объединились на зло всем. И как сейчас Соединенные Штаты и западные союзники пытаются со всех сторон укусить Россию со стороны тех государств, которые не входят в состав России. Это и Казахстан, и Узбекистан. И вот они пытаются. И Прибалтика. И прям вот со всех сторон пытаются разрушить именно вот эту цепочку, которая сейчас у нас так вот спаянно и сплотилась, что, конечно, грех говорить, вот, война. Много потерь мы пронесли. Но, мне кажется, вот это чистилище, через которое мы все вместе проходим, оно было необходимо нашей стране, нашему обществу, и мы из него выйдем совсем другими. И вот этот указ, он именно подтверждение вот этого. И это очень хорошо, что он состоялся именно в это время, когда он необходим, когда, наконец, у многих открыли глаза на это. Андрей Станиславович, а вот если бы не это время, может, его бы и не последовало этого указа. Да, да. Мы должны четко это... Может быть, не сложились те предпосылки, которые привели к его возникновению. И потом есть такая фраза, располагаешь информацию, значит, вооружен. То есть, пускай поздно, но он вышел, во-первых. Во-вторых, нам нужно упредить ситуацию, дабы она не развивалась в отрицательном контексте. И здесь, ведь вопрос был в чем, Вячеслав Михайлович, здесь отображался худший сценарий, прогнозируемый. Не факт, что он есть сейчас. То есть, если мы ничего не будем делать на сегодняшний день, мы увидим именно те последствия, которые уложены в самом негативном сценарии в данном указе. Отец Кирилл, ваше отношение к этому обсуждаемому вопросу? Вы знаете, я не могу не согласиться с Вячеславом Михайловичем, особенно в отношении того, что этот указ принят несвоевременно. Раньше надо было думать. Очень много ошибок. Мы видим это. Мы видим это по телевидению. Мы видим, как Киркоров танцует на кресте в Кремле во время ожесточенных боев, когда льется кровь наших ребят. И не несет за это никакой ответственности. Потом мы с вами понимаем, что православие подразумевает соборность. И у нас многоконфессиональная страна. Бок о бок с православными христианами сражаются и мусульмане, и калмыки, буддисты, и буряты, и монголы могут быть. Поэтому мы должны ко всем относиться с уважением. Не только там ратовать за нашу веру. Свою веру надо хранить. Но и на другие нельзя восставать. И мы должны личным примером показывать то, какие мы христиане, личным примером. Может быть, в том числе и на поле брани, если придется. Раньше как проводилась миссия? Приходил человек в какое-то село, селился, жил, все у него получалось, жил он правильно. К нему подходили и спрашивали, а к каким богам ты молишься? В кого ты веришь? И вот тогда получался диалог, который был полезен и продуктивен. Мы не можем всех заставить быть православными христианами, патриотами, монархистами. Но мы должны личным примером показывать. То, что такой указ есть, это хорошо. Может быть, в чем-то он нам поможет. Ну а так, мы всегда свое дело делали и будем делать. С Божьей помощью. Конечно. Именно так, за этим столом здесь собрались, уважаемые друзья. Дмитрий Николаевич, вот о роли спорта при обсуждении этого указа очень много говорили. И мы здесь за круглым столом очень много говорили о воспитательной роли. О том, что многие из тех, кто занимается сейчас с ребятами спортивных секций, у некоторых нет, к сожалению, отцов. Они как родители, вторые отцы. Вы как смотрите на этот указ и именно ваша роль, роль организации вашей спортивной в воспитании будущих взрослых людей? Вы знаете, семья, дом – это одно, да? А когда приходит ребенок на секцию, в группу, это второй дом получается у него. Тренера, вторые родители, можно так говорить. И воспитывается он там, и коллектив его воспитывает там. И прививается чувство патриотизма именно там тоже. И духовности там. Когда, как отец Кирилл придет, оденет форму, снимет тряс, оденет форму, выйдет на ковер и покажет, либо оденет перчатки, покажет. Да, вот для тех, кто не знает, что отец Кирилл занимается непосредственно своим примером, с ребятами, спортом, учит. Да, вот именно это есть. Сложно спортом назвать так. Ну, тем не менее, ну и физкультура, хоть что, как назови. Живой пример, на самом деле, это очень дорогого стоит. То, что идет общение с детьми, прям тренировка, развитие физических данных, это все понятно. Идет еще общение с детьми. Что такое его родина, что такое его город, что такое его улица. Как нужно помогать старшим, уважать старших. Это дисциплина, там же появляется дисциплина. Все дисциплина, правильно? Режим, дисциплина, все. Как сказал древний античный автор, героями рождаются лишь немногие. Большинство становится ими благодаря упражнениям и дисциплине. Труду, труду, труду. Тут еще самое главное, что у детей получается обратная связь. Здесь налаживается двусторонний контакт. Они не замыкаются, они отвечают, они понимают, к чему нужно стремиться. И потом вот этот дух соперничества, он развивает лидерские качества в людях. Дмитрий Николаевич, отец Кирилл, скажите, достаточно, мы говорим, что это все хорошо, но достаточно у нас секций, достаточно у нас преподавателей, спортивных тренеров, для тех ребят, чтобы поддержать их? Может быть, скажут, что это единицы? Нет, нет, недостаточно, далеко недостаточно. Я думаю, это общее мнение. То есть желающих больше, да? Желающих больше и нужно, потому что если мы говорим об охвате, то нужно понимать. Я думаю, что катастрофически недостаточно, понимаете? И спортзалов не хватает. И спортзалов не хватает. Ущенных не хватает. Не хватает, ну, слава богу, людям, которые не безразличны, чем спорт, в принципе, да, вообще, они помогают, они как-то взаимодействуют с федерациями, ну, всячески пытаются помочь развитию спорта, чтобы молодежь, дети на улицах не болтались, не занимались там ерундой, чтобы в голову не лезли всякие нехорошие мысли, скажем так. Потому что сейчас информацию мы ограничить не можем детям. Она к ним льется без ограничений. И вот гаджеты, телефоны, интернет, они без нас все это. И слава богу, надо приводить им то, чтобы они сами учились отсеивать. Люди, которые вкладывают вообще в спорт, которые занимаются этим, помогают спорту, они просто, в общем, бескорыстно это делают. Никто никогда еще не заработает. Но если мы говорим об этом всеобщем подъеме, то ведь это уже неверно. Нужно же, чтобы доступ был и была возможность у каждого ребенка. А то, получается, тоже мы о какой-то элитарности говорим. Ну, я хочу сказать, да, извините. Да. Вот про элитарность спорта говорили. В том году мы на базе 14-й школы открыли клуб патриотической направленности. Назвали его клубом. Да, и ведут занятия там офицера спецназа УФСИНа нашего отдела «Рысь», который по велению души занимается с ребятами не рукопашным боем, а с ними занимаются. Им ходят девочки и мальчики, именно те, которые не попали ни в какие секции спортивные, у которых нет никаких особых спортивных способностей. А они с ними занимаются просто общей физической подготовкой. И на этой базе плюс еще накладывается, конечно, нравственное воспитание, потому что помимо занятий УФП, они ходят в музеи, музей Калининского фронта, краеведческий музей. Они ездят, они разговаривают. И вот эта вот как раз ниша, которую мы заполняем, пускай их там не очень много, конечно, но если она будет заполняться больше, намного больше людей будет им заниматься, тогда у нас просто не останется неохваченной молодежи. Вот Андрей Сензалович сказал музей. Да, ведь я помню, что в нашей бытности этим все занимала школа. И музей, и прочее, и комсомол, и пионерия, и октябряты. Это все было охвачено. А я пример приведу, о чем мы чуть позже поговорим в этой передаче. Вот я учился в советское время в школе, и в школе было присвоено имя героя Великой Отечественной войны. И мы все про него прекрасно знали. Мы за звание Гайдара боролись, мы знали биографию, и нужно было добиться этого. Ну не все. Вот есть замечательный пример. В Мусилово это новая школа имени Трощанка, где есть кадетский класс ФСБ. Мы тоже вот с ребятами занимаемся. Кстати, даст Бог, с сентября откроем там у них секцию самбо. Кстати, вот на этой неделе собираюсь к ним в летний лагерь съездить, посмотреть, они в палатках сейчас живут. Кстати, там тоже у них классный руководитель, преподаватель, офицер спецназа. Да, Ярослав. Да, Ярослав. Наш друг, наш брат. Вот как раз он мне звонил, приглашал посетить их класс, посмотреть, как там ребята обитают. Время, к сожалению, у нас ограничено. Дмитрий Николаевич сказал, что вы правильно говорите, вы обсуждаете с детьми то, что говорили, и ситуацию, и о родине говорите. Вот выступая на круглом столе, Вячеслав Михайлович, вы говорили об этом понятии родины, причем не о том понятии, как страны нашей России, а о том, где человек родился, так называемая малая родина. Почему это важно? И вы ведь работаете над учебником, чего сейчас не хватает. Одна как угроза, да, произнес Александр, это Министерство просвещения, есть концепция образования, которая враждебна нашей культуре. Если образовательный центр будет недостаточен, вмещать в себя всю информацию, соответственно, будем пожидать негативные платы. Значит, у нас есть альтернатива. У нас в области очень интересная концепция, разработанная, реализуется. Координационным советом по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области. И два учебника областных по поручению Координационного совета я подготовил. Они вышли большими тиражами каждому школьнику 6-7, 8-9 классов. Тираж 28 тысяч экземпляров каждого учебника. То есть все просчитали, во все школы они поступили. А не только в школах. Так, значит, в продаже магазинов их нет. Ну, положено по законодательству. Для кого писали, тем и передать эти тиражи. Сейчас поручен написать мне завершающую третью часть для 10-11 классов. Вот Первый мировой войны до наших дней. Ну, значит, вместе с коллегами мы собираем этот материал, все выйдет. А вот Игорь Михайлович, я очень рад, что вот у него такое мышление и патриотичное, и историчное. Он принял решение, есть уже получение правительства, выходит на днями распоряжение, насколько я понимаю, на эту тему. Учебные пособия для районов и о районах, о муниципальных образованиях. В России этого нет. Вот в Дверской области это не просто предполагается. Это будет. Раз губернатор сказал, конечно, будет. Значит, мне поручено быть ответственным редактором всей этой серии. Часть, видимо, районных особей. На три года. Проект плотно. Но ведь мы сами понимаем, проходили это в нашей жизни, что когда сроки поставлены, вот тогда и работаешь. А когда какие-то перспективы... На 10 лет, то можно и подождать. Да, да, да. Вот здесь ждать не придется. Так что вот на три года по 12 муниципальных образований в год получат уже учебники издательства «Русское слово». Замечательно, лучшее учебное издательство нашей страны. У нас очень много пример героических судеб наших земляков. На примере чего, ну, кого можно учиться? Богатейшая история. Просто богатейшая. О чем говорил Александр Ильич, имени. Согласен, да. Но только чтобы это не было компанищиной. И вот есть школа обязательно должна носить какой... Это надо заслужить. Совершенно верно. Вы правы. И вы говорили о том, что... Да, да, да. Мы боролись за это имя. Нужно быть достойной. В школе достойной этого имени. А имен у нас действительно много. И не только в сфере защиты родины, но и в государственной деятельности, и в науке, культуре, медицине, здравоохранении. Вот, да, Коля, имен коснулись буквально несколько слов о переименовании. Здесь вот хотелось сразу вернуться к тому, о чем мы занимались. Вот Союз Историко-Просительских Обществ, Наследие Империи. Уже мы эту ведем, наверное, работу более пяти лет, я так думаю. И переезжал Леонид Петрович Решетников, руководитель общества в Ствере. Встречался с руководителями города. Это вот сейчас ведущий эксперт по ситуации на Украине. Генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, руководитель аналитического бюро. О том, что нам нужно переименовать улицы, то есть заниматься топонимикой, возвращать либо исторические названия, либо давать им другие имена этим улицам. Вот сейчас был посыл президента о том, что мы должны тех, те ребята, те герои, которые погибли в результате СВО, значит, их именами должны называться улицы в городах, где непосредственно они проживали, на их как бы малой родине. И вот Игорь Михайлович эту идею поддержал, он сказал, что школам, улицам, паркам, скверам должны присваиваться имена героев. Так вот, в этом контексте у нас такая ситуация. Тверь вернули историческое название в 90-м году. Вот сколько у нас прошло, получается, 32 года. Но у нас есть улицы, вот сейчас у нас основной посыл, это борьба с терроризмом и экстремизмом. Правильно? Да. Вот у нас, смотрите, такая ситуация получается. Улица Александра Ульянова. Да, понимаем. Революционер-народник, один из организаторов, руководителей террористической фракции народной воли, арестован при подготовке к повышению государя-императора Александра Третьего. Желябов, Желябова улица, да, Желябов. Революционер-народник, член исполнительного комитета народной воли, один из организаторов убийства императора Александра Второго. Софья Пировская, террористка. Пировская, член исполнительного комитета организации народной воли, непосредственно руководил убийством Александра Второго. Коноплянникова, террористка, участие в революционном движении в России, член партии эсеров, террористка. Халтурин, все знают, что сделал Халтурин. Мы еще удивляемся над Украиной, что там происходит. Улица в 1938 году образована, но в результате его теракта, взрыва в Зимнем дворце, погибло 11 солдат, героев русско-турецкой войны, которые как героев пригласили во дворец. И еще 56 человек ранено. Но при этом работа ведется, что у нас, смотрите, переименована улица Урицкого, Трехсвятскую, площадь революции в Соборную площадь, Володарского в Андрея Дементьева, нашего земляка, Советская в Михаила Тверского, 50 лет октября в Корытково, и привокзальная площадь, слава богу, площадь Александра Невского, хотя это только храм, один на этой улице, на Тюмени, это есть. Эту работу нужно обязательно вести. Но эта работа, обсуждение переименований, это будет какое-то общегородское обсуждение? Я думаю, что это нужно обсуждать коллективы Тверской и Городской думы, для того, чтобы это было высказывание, проводил социальный опрос. На эту тему, но это нужно сделать обязательно. И я еще хотел попросить дать слово Дмитрию Николаевичу, потому что мы знаем, куда он ездил. Нет, сейчас вот как раз, естественно, естественно. Я не могу не включиться. Дело в том, что у меня так по жизни получилось, что я написал примерно 12 книг по топонимике, участвовал в создании единственного закона по топонимике. У нас союзного, российского нет, есть только московский закон. Над ним, да, нет российского закона в топонимике. Просто некоторые берут за образец, как казус, да, некоторые положения московского закона. Тогда работали Дмитрий Сергеевич Нихачев, с одобрением Михайловича Лужкова, нашего земляка, академик Поспелов и так далее. То есть это потрясающий документ, совершенно замечательный закон московский, 95-го года. Российского нет. Ну, тоже, может быть, как-то инициировать. Ну, конечно. Так вот, когда мы говорим о том, чтобы не было у нас топонимов городских именами террористов названных, то лишь должно идти, вот, просто чисто терминологически, не о переименовании, а о возвращении исторических названий. Переименование – это другое. А вот то, о чем говорит Владимир Владимирович, он совершенно прав. Да, это вот возвращение исторических названий. С тем, чтобы нам не говорили, вот вы переименовываете, мы возвращаем название. Оно было. Клиерь была, потом Калинин. Потом вернулись к Клине. И далее, значит, это самое. Еще один момент такой, да, обсуждение, но как, скорее, не знаю, там, такая акция гласности, что ли. Но дело в том, что народное мнение, пусть народ на меня обижается, народное мнение здесь не должно учитываться. Как ни странно. Ну да, ваше точку зрения. Есть орган муниципальной власти, который принимает это решение. Оно, значит, туда можно подавать петиции, предложения, как угодно. Но принимает это решение он. И народный какой-то референдум здесь не работает. И не должен работать. Я как ученый могу сказать. И еще один пример, просто добавлю к словам Александра Валерьевича. Помимо Твери. Мы ожидаем 950-летия Торопца в 24-м году. Есть распоряжение президента 24 января этого года. Опразднование. Параллельно главные улицы. Я почетный гражданин Торопецкого района. Поэтому мне это близко. Параллельно главные улицы Торопца идет улица Соловьева. Александр Константинович Соловьев выпустил 8 пуль в император Александра Второго на Дворцовой площади. Мы приглашаем президента в 24-м году. Он что будет ходить по улице, где его предшественник, император Александр Второй на Дворцове, именем человека, который покушение на Дворцове, улица будет называться в юбилейный год? Да никогда. Я спрашиваю у главы района Александра Григорьевича Бриш. Он на рабочей группе. Он начинает мяться. Вот это депутаты должны принимать. 30 лет я об этом толкую. Уже 30 лет вы поднимаете этот вопрос? Да. Вот, значит, нужно мнение. Какое мнение? Есть закон о борьбе с терроризмом? Выполняйте его. Совершенно верно. Хочу добавить слова Владимира Михайловича. Просто немножко хочу оговор, какую сделать. Конечно, наше историческое общество радует возвращение исторических названий. Это в первую очередь. Но я что имею в виду? Лучше дать название улице. Ну вот у нас была улица Володарского. Историческое название, это Скорбящинская улица. Назвали Андрея Дементьева. Ну лучше Андрея Дементьева, чем Володарского. Я имею в виду, что из двух зол. Нет, все правильно. Даже не из двух зол. Мы выбрали имя нашего земляка, известного человека. Это лучше, чем имя террориста. Вот о чем речь. Конечно, исторические названия нужно возвращать. Это бесспорно. И вот смотрите, какая интересная получается ситуация. Улица Тверская в Москве. Почему Тверской названа? Посмотрите, сколько у нас всего. Закон по топонимике разработанный у нас. Министерство демографии единственное в России у нас. Учебники по моей родине. То есть Тверь, она идет и предлагает варианты решения многих вопросов. Мы же не зря хотели быть столицей земли русской. Поэтому это уже нормально. У нас же одно время были. Да. Дмитрий Николаевич, несколько слов. Недавно совсем вернулись. Мы уже говорим и о духе. О том, как сплоченно Андрей Саниславович говорил, как воюют. Вы рассказывали почему-то мне сразу аналогии, когда в окопах Великой Отечественной войны, невзирая национальности, тогда объединилось нас всех. Как там сейчас? Вы были в Луганской народной республике? В Луганской. Дух. Вы видели бойцов, ребят? Как съездили? Съездили, слава Богу. Без происшествий. Мы свезли медикаменты, собранные при помощи Тверской эпархии. Участал отец Кирилл. Просто отец Александр с нами был представителем Тверской эпархии. Ездил Станислав Брожевский. Юрий Крикунов, это друг отца Кирилла, который режиссер согласился с нами поехать, задокументировал всю нашу поездку. Поклон ему, молодец, профессионал с большой буквы. И был еще Иван Грива, это представитель Луганска, но он живет уже давно в России, в Москве. Он нас сопровождал, показал, молодец парень, все сделал очень хорошо, на профессиональном уровне. Посетили мы детский дом, госпиталь, спортивные секции, детей посетили. Подарили форму боксерам, борцам. Александр Рабудов, президент Федерации боксерской области, предоставил форму тоже. Мы тоже возили. Он просто не смог поехать, в силу того, что он был занят сильно, не смог поехать. И также борцам свезли форму. Крепыш такая есть фирма, она помогала тоже. Посетили еще общественную палату, замминистра по спорту Александр Николаевич такой, который любезно согласился общаться и помог нам в каких-то вопросах. По поводу того, какие ребята молодые, как они воюют, я пообщался с парнем, которому 20 лет. А он уже ветеран боевых действий. Он с самого начала. Я с ним поговорил, он говорит, а у меня что, выбор есть. Я даже не думал ни о чем другом. Моя Родина. Я встал и пошел. Вот так вот, слава Богу, живой, здоровый. Но вот так вот потери, конечно, есть. Что там говорить? Все в новостях, я думаю, все слышат. Потери есть. Но поколение не потеряно. Я знаю, что скажу еще. Вот там посетили мы еще музей молодая гвардия. Просто хороший музей с такими пояснениями. Вот туда бы нашу молодежь, вот в такие вот музеи, чтобы там было разъяснено, как в молодые годы дети вставали в защиту своей Родины, воевали без страха, без упрека, шли на смерть. Вот так вот. Да, вот, кстати, вот обмен Андрей говорил, да, что сюда якобы, сюда должны приехать ребята, да? Да. Сейчас, секундочку, еще вот, опять же, при участии отца Кирилла, который сформировал это предложение, мы пригласили спортсменов, 20 человек, в августе, и 5 тренеров, которые приедут в августе к нам сюда. Тренироваться вот это, да? Да, как бы совместно с нами. Будут небольшие такие соревнования. А, соревнования, да, командами нашей. Там будет команда боксеров, команда самбистов, команда рукопашников. Мы проведем встречу такую, да, между представителями нашей области и Луганской, и они посетят святые места, значимые места Тверской области, вот, ну, отдохнут, помолятся, наберут силы. Они очень, очень были, очень рады этому, понимаете, иск, насколько люди там, может, обострено, то, что война идет, прям, чувства добрые. Вот они искренние, добрые люди, и они прям со слезами на глазах, когда им сказали, они прям, мы очень счастливы, спасибо вам. Обязательно нужно репортаж сделать. Спасибо вам, как бы, ну, очень, ну, действительно счастливы люди, что там говорить. Ну, вот такие вот поездки, вот вы сами убедитесь, они нужны, да, их поддержать. А если их не будет, о чем мы говорим здесь, это смысла не имеет. Ну, вот так вот, на самом деле. Нужно ездить, нужно общаться, нужно помогать. Помочь ему не только что, там, что-то, а помочь, приехал, посидел, поговорил. Наша вера выражается в поступках. Вера без дела мертва. Апостол Павел. Ирина Владимировна, у меня, знаете, какое размышление, вот, коллеги. Немало веретян воевали в 42-43-м годах, вот, на этих территориях, на левобережной Украине. Так, Донецк, тогда Сталина, да, значит, Луганск, прошел Авград. Эти территории, наши ребята. Есть некоторая информация, хорошая, сильная по истории, вот, Великой Отечественной войны, тверетяне и левобережная Украина. Это с одной стороны. С другой стороны, маршал Советского Союза Андрея Ивановича Ерёвенко, я очень давно общаюсь с его дочерью, Статьяной Андреевной, он освободитель Торопца, командующий 4-й ударной армии. Он командующий Калининским фронтом. То есть связи вот такого рода и обратные связи имеются. Вот, и может быть, нам продумать и через Министерство образования Тверской области, еще каким-то образом через наши СМИ, эту тематику, да, реально, это же не выдуманные вещи. Вот, каким-то образом доносить и до молодежи, да и вообще до населения Тверской области. Когда мы говорим о патриотизме, то, я вас уверяю, да и мы все понимаем, речь идет, должна идти, смотри, не только о молодежи. Взрослым людям тоже порой нужно вкладывать в голову, что то, что у них каким-то образом, значит, поставлено под сомнение или выветрилось. Каким образом? В любом возрасте нужно быть патриотом. Иначе кто же в семье, детям будет говорить нормальные, правильные слова. Если у взрослых представления размытые или иные. На мой взгляд, Вячеслав Михайлович, между прочим, некоторые ваши воспитанники, с ИСТФАКа, которые у вас учились, и сейчас находятся там, в зоне боевых действий, и выполняют свой боевой долг. Вот один из них недавно к нам приезжал. Он из Оленина сам родом. Мы такие вот программы, такие программы уже работают относительно Крыма. Вот то, что вот здесь, вот, как отец Роман ведет программу, да, Папулинский фонд? Я хочу поддержать, да, к Дню Победы. Наша организация проводила уроки мужества. Ну, я бы сказал, что больше уроки государственности. Вот, и несмотря на то, что приближался День Победы, больше вопросов от ребят, от детей было именно о том, что сейчас происходит в Украине. Почему так происходит? Вот, поэтому обязательно на эту тему надо разговаривать с ними, рассказывать. Может быть, они в силу своего возраста не все понимают, не так воспринимают это, как мы, люди уже взрослые и пожившие. Поэтому эта тема очень больная, конечно, но ее необходимо развивать. И передачи надо делать. И о том, как наши ребята ездят туда, какие там дела делают, как разговаривают, как воспринимают нас. Это очень важная тема, конечно. А самое главное по поводу этой темы, ведь мы обсуждаем, какие-то общественные деятели обсуждают, а власть-то молчит, никто ничего не говорит. Вот спецоперация, ну хорошо. Почему, зачем, что и как? Ну, не совсем согласен. Вот, с отцом Кириллом. Кто-то вот как-то вот так вот видит сейчас. Вот программа действий, например, для нас, это было выступление президента нашего. Он выступил один раз. Вот, он все по полочкам разложил. Все, абсолютно под каждым словом можно подписываться. Ну, здесь я как бы согласен с отцом Кириллом, что это надо чаще. Да, об этом говорить надо. Это, конечно, это нужно. Потому что вопросы возникают, люди разные. Замалчивать это нельзя. Вот она начала, спецоперация. Ну, что такое спецоперация? Ну, думали, спецоперация, значит, это быстро. Все, достигнем какого-то результата определенного. Но что мы получили в результате? Спецоперация либо затянулась. Либо это уже можно назвать войной. Просто две регулярных армии воюют. Но нам говорят, что все идет по плану. Детям нужно объяснять слова. Что такое динафикация? Если по плану, пусть тогда расскажут. И объяснят. Ну, правильно. Я согласна, что чаще нужно объяснять. Мы на предыдущей передаче это обсуждали только краешком. Касались этого. Да, нужно объяснять, что такое динафикация, демилитаризация. Что это за слова? С чем они связаны? А также очень важный фактор такой, мы говорили, да, что детям нужно давать информацию в первичном ключе. Потому что если мы эту информацию не даем в правильном контексте, они ее получают из альтернативных источников информации, которые финансируются из небюджетных коллективных организаций фондов и носят полностью деструктивный контент, разрушающий саму психологию и придающий неправильную политизированность вопросу. В данном случае нам придется оправдываться за то, что мы не совершали, потому что если первая информация вошла в голову ребенка того же самого и то, что вы будете говорить потом, вы будете оправдываться за то, что мы не делали и доказывать, что это не так. Поэтому это нужно делать в первую очередь в образовательных учреждениях. Для того, чтобы там дети понимали, ради чего и что, как наши все передачи заканчиваются, наше дело права и победа будет за нами. Откуда это появилось, это нужно тоже понимать и говорить. Безусловно, и президент наш то же самое говорит, что повторение 41-го года мы не допустим, его не будет. И голову прятать в песок мы не собираемся. Вот здесь вот такие вот гонцы в народ, вот вы смотрите, люди, которые могут свое слово донести, чтобы ходить по тем же школам и разъяснять, и говорить, и говорить. Вот это тоже нужно сейчас. Это не то самое общество лекторов, которое было когда-то, когда для галочки выезжали. Но тем не менее, просветительская работа она не была. Нужна обширная и достоверная информация, регулярная, каждый день, обновляемая и так далее. Нужна четкая позиция власти, не только федеральной, но и региональной власти, муниципальной власти. Потому что что значит ходить в школы? В школах есть учителя и администрации школы, которая вообще и этим должна заниматься. И этим, вы хорошо сказали, и этим, про что уже забыто лет 20. Ну да, на мой взгляд, вообще, я кромольную вещь скажу, на мой взгляд, главная задача школы это воспитание. Духовное патриотическое воспитание, совершенно верно. Мы говорили всегда о неоказании услуг, как у них написано. Дело в том, что эрудиция и Натаска не в ПЕГ, это не формирование личности. А школа должна формировать личность. В рамках работы по патриотическому воспитанию, вот, кстати, очень важный такой фактор. Вчера была встреча президента с министром обороны, Шойгу. И там было сказано, что промежуточная задача выполнена, и теперь произойдет ротация. Вот слово ротация прозвучало, те войска, которые, да, вот, уже принимали определенное время участие в боевых действиях, они возвращаются, и другие их замещают. Так вот, те люди, которые вернулись, вот, они и должны проехаться по школам и пообщаться с детьми. Ну, а уроки мужества? Мы ходили же к собрам, к мону. Здесь должны военкоматы на местах проявить инициативу, этих людей пригласить для беседы, которые там побывали. В чем дело? На этих уроках мужества мы должны знать, что говорить. Для этого у нас должна быть какая-то официальная от власти, да, то есть версия, что я скажу. Или я буду сам думать, додумывать, то есть четко изложенное должно быть понимание вещей тех, которые происходят. Уважаемые друзья, просто... Правдивые, это слово. Нам нужно за Министерство государственной политики. В общем, смотрите, вы договорились за Министерство государственной политики. Да, это уже хорошо предложение. Министерство государственной. Да. Ну, смотрите, вот мы только начали обсуждать, да, вот это уже сколько вопросов, да, и на которые пока еще нет ответа. Уважаемые друзья, просто тема, время эфира у нас подходит к концу. Я предлагаю всем нашим круглым столом поздравить нашего Андрея Станиславовича. Высокая заслуженная награда, медаль Ордена за заслуги перед Отечественной второй степени. Вот у нас есть, поэтому поздравляем, Андрей Станиславович, большую работу делаете. Помимо того, что отслужили Родине до выхода в отставку, что называется, и сколько лет работаете с ребятами. Просто молодец. Ну, могу сказать, что это, конечно, награда всей нашей организации. Это первое, это общая работа. А второе, то, что руководство все-таки видит нашу деятельность и понимает, что она необходима, очень нужна. Поэтому могу сказать, что мы эту работу будем продолжать, вот, и мы нашу страну никому не отдадим, и нашим молодежь тоже. Спасибо огромное, уважаемые друзья. Я надеюсь, что соберемся еще за этим. Спасибо вам. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо.